Привет, привет, мои хорошие! У нас ночь. Буду снимать макияж, делать day-макияж. На меня сегодня были нанесены мои розовые тени с Алиэкспресс. Я их показывала сотни раз. Моя доналка Арифлэмовская была и сегодня наносила помаду от Фармаси. Кстати, помада мне очень-очень понравилась. Снимаю макияж вот этим гарниером. Не изменяю. Никогда не изменяю. Уложила детей спать. Сына уложил мужа, дочку. Ну, дочь, по-моему, уже проснулась. Я слышу ее голос, голосок. Она сегодня капризничает. Впрочем, как всегда. Папа сегодня купил. Не поверите. Огромный бассейн надувной. Три метра в длину, по-моему, два в ширину. Он его уже надул. Он его уже установил в надувном состоянии. Он у нас сейчас в зале, представляете? Пол зала занимает вот этот бассейн. Мы должны летать. Главное, чтобы детям было комфортно. Зачем он притащил бассейн? Зачем, что дочь постоянно переворачивается. И где-то раз она даже стукнула с носиком. От кресла, по-моему. Отвлечься вообще нельзя. Она на месте не сидит. И чем покупать манеж, который на месяц, на два? Мы купили бассейн, чтобы его использовать еще летом на даче. Вот этот огромный бассейн. Закидали одеяло, их игрушки. И вот там они будут теперь. Честно сказать, безопасно. Сколько бы они там не переворачивались, бояться нечего. И не убегут. Высокие. Потому что... Ну, пока не убегут. Потом, как ходить бегать начнут, конечно, будут оттуда соскативать. Ну, а потом их, в принципе, никакой манеж тоже не удержит. Вот. Так что убили двух зайцев. Вот тебе и манеж. Вот тебе и бассейн на лето. Ну, только пол зала занят. Так. Почистила глаз. Сейчас еще раз пройдусь. Так как на мне сегодня была тушь. Кто меня давно смотрит, наверное, помнит мою тушь. По-моему, Maybelline. Нет, не Maybelline. Max Factor, кажется. Короче, не помню. Такая сверху грязно-розовая. Между грязно-розовым и сиреневым цветом. Я была ее недовольна, когда купила. Она была такая очень жидкая, что ли. Прошел год. Даже больше, по-моему. Сейчас она мне очень нравится. Тушь. Сейчас она такой консистенции, которая мне нравится. Раньше я не наносила тушь часто. Сейчас часто наношу. С тушью, конечно же, глаза более выразительные. Так. Такой же тоник. В Турции этих средств нет. Есть любая другая серия гарнир. Но именно этой серии нет. Кстати, в Дагестане нашла вот эту серию с трудом. Последний раз. Только в пару магазинах она была. И то вот остатки такие, знаете, случайно, на которые я попала. Не знаю, что буду делать дальше. Я очень люблю эти средства. Привыкла уже к ним, наверное, уже год, лет 12 я им пользуюсь. Даже, может, и больше. Ну, сколько я себя помню, столько я им пользуюсь. Так. Почистили всё. Я заказала себе на Алиэкспресс корейскую косметику. Уходовую именно. Не знаю, может, у них декоративная тоже есть, не смотрела. Именно корейскую, не китайскую. То, что вот продают девочки-перекупщицы. Там тоже самое. Такой же перекупщик или перекупщица. Продают на этом сайте. И я вот там заказала. Не помню. По-моему, крем я заказала. Патчи, маску для лица. Скоро должно прийти. Надеюсь, мне понравится. Потому что у меня дневной крем, вот это вот то, что осталось, всего лишь. Тоже корейский, который больше у меня дневного крема нет на данное время. И вот это вот увлажнение. Сейчас ночью нанесу, как всегда, вот этот вот крем и на глазки вот это. Этот у меня закончился. Такой дневной тоже у меня был, он у меня закончился. Его, кстати, тоже я закажу. Он мне нравится очень. Та серия мне очень-очень прям нравится. Для глаз тоже заканчивается. Это вот та серия, к которой можно вернуться и не один раз. Но, сразу говорю, аллергии у меня ни на какие кремы не бывает. Поэтому, кто склонен к аллергию, наверное, тем страшно брать непонятные кремы с непонятным составом. Мне как-то не страшно. У моей кожи никаких претензий ко мне не бывает. Я люблю её, она любит меня. У нас взаимопонимание. Крем. С возраста, я уже говорила, состояние у моей кожи изменилось. Она стала, знаете, более жирной. Раньше у меня кожа была очень сухая. Сейчас она более комбинированная. И вот здесь вот появилась краснота вот у крыльев носа. Ну, не знаю, только не видно, но появилась краснота, которой в молодые годы не было. Вот. Так что всё меняется. И волосы тоже, кстати, раньше у меня были очень сухие. Я могла, знаете, раз в неделю помыть, и всё равно у меня волосы выгляделы свежевым, вымытым. Как будто бы, ну, не прям свежевым, но свежими, да? А сейчас нет. Я замечаю, что корни волос быстрее жирнятся, чем раньше. Вот. Эти изменения я заметила последний год. По-моему, во время беременности они появились у меня. Гигиеничка здесь у меня только вот эта вот, сахер, которая одна из них. Намазаем её. Кто-то мне советовал мазать на губы крем для глаз. Что прям очень-очень прекрасно. Ну, не знаю, то ли у меня не такой крем для глаз, то ли что. Мне не подошёл. Ну, как не подошёл. Что шло, что ехало. Что крем мажу, что гигиеничку мажу. Поэтому, в принципе, какая мне разница. Мажу вот гигиеничку продолжаю. Закрываемся. Нужно мне снять лак с ногтей. Он у меня уже облез. И, конечно же, моя любимая щёточка. Расчёсываем брови. Моя визитная карточка. Хорошо, что сейчас мыли густые брови. Густые натуральные брови. Которых... Точнее, обладательниц которых очень мало. Густых и натуральных. Мне повезло. Хотя бы в чём-то. Вот. Всё. Ночной мой уход. Сейчас помажу. Крем на ручке. Крем, крем. Помажем мы вот этот. Зулечка купила вот такой крем. Мне, кстати, очень нравится. Вот именно его запах нравится. Я точно себе тоже такие куплю. Очень понравился здесь. Запах инжира и грейпфрута. Я вообще сама по себе инжир не люблю. Но вот в креме запах именно сочетаний понравилось. Класс. Почему-то мне сразу, сразу остаться и с летом. Не знаю. Так, всё. Сейчас пойду я попью чай сегодня. По-моему, дочь плачет. Вряд ли у меня получится попить чай. Скорее всего, не попью я чай. Ну, что поделать. По поводу подгузников. Заказала я фиговую тучу, кучу подгузников. По прекрасным отзывам в фейсбуке, в наших русскоговорящих группах. Там все девочки прям хвалили, расхваливали местные подгузники с липи. Я, конечно, фиговую кучу заказала и для дочери, и для сына, и подгузники, и трусики, и на вырост, и так далее. Думаю, ну раз они такие прекрасные, прям все были восторжены, в восторге от них заказала. У меня теперь их куча-куча. Не знаю, как сейчас сказать. Подгузники хуже, чем памперсы. Я не знаю, что о них сказать, честно. Или я... Не подгузники, трусики. К подгузникам самим таких прям претензий у меня нет. Они, конечно, не такие прекрасные, как их расхваливали. Может быть, их расхваливали из-за цены, они не такие дорогие. Они дешевле, чем памперсы. Но лучше бы я купила бы памперсы. Те памперсы, которым я была недовольна изначально. Но в чем суть? Подгузники еще более-менее. Они как бы мочу не пропускают, но... Если ребенок сходит по-большому, все выходит по краям. Ладно, это полбеды. А вот трусики... Сынуля носит тройку. Я купила и тройку, я купила и четверку, и четверку плюс. Потому что не знала, какой размер подойдет. Ему подошел тройка. И вы знаете, у него вся одежда бывает мокрая, если он пару раз пописит. Все вытекает. Я такое, честно сказать, не видел. Как можно хвалить откровенное дерьмо? Простите за мой французский. И не надо говорить, что мне попалась такая серия, потому что это неправда. Я заказала на официальном сайте. Да, на официальном сайте у них заказала. Вот так вот. Ну что делать? Бывают и у меня ошибки. На ошибках учиться. Хотелось бы, конечно, учиться на чужих ошибках, но в данном случае я научилась на своей ошибке. Я в поисках, вот как была, так до сих пор и в поисках, но я понимаю, что лучше памперсов здесь нет ничего. Памперсы, знаете, те памперсы, которые я в Дагестане считала самыми худшими по качеству. Здесь они сейчас самые лучшие. Парадокс. Ладно, закрываюсь. Не хочу ныть. Но вот так оно и есть. Пока. Любите себя.